Девушки отдыхают Я в опасном гневе, охотно верю, но я в безопасности. Да? Вы так полагаете? Да, я так полагаю. Более того, я в этом уверен. И вы сами своим приездом сюда, милая матушка, подтверждаете мою правоту. Почему же? Потому что если бы вам поручили передать мне только угрозы, вы бы не поехали сюда. Да, да и король не решился бы послать в мои руки такого заложника, как Ваше Величество. Заложник? Я? Самый святой и почитаемый из всех. Сын мой, вы совершенно правы. Я прибыла к вам как посланница мира. Это правда. Я слушаю вас. Слушаю с почтением. Мне кажется, мы начинаем понимать друг друга. Не так ли, матушка? Музыка. 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 Косподин граф. Бедное мое дитя. Твой брат действительно гневается на тебя, но будь покоен. Твоя мать приехала тебя защитить. Косподин граф. Что случилось? Как ты меня нашел? Интуиция. Письмо. Из-за какого-то письма ты отрываешь меня от важнейшего разговора. Есть письма. Откуда письмо? Из Миридора. Другое дело. Пошли. Что, господин Краф? Пошли. В чем дело? Дурные вести? Пошли. Ваш друг Сын Люк. Что случилось? Посмотри, что сделал ради меня Сын Люк. Пошли. Так. Господин Десен Люк весьма галантный человек. Ну что ж, да здравствуют умные люди, которые вовремя отправляют души в чистилище. Невероятно. Да, невероятно, теперь ничего не изменишь. У меня просто появится еще одна пациентка, графиня де Бесси. А я принимаю роды, как амбруаз, паре. Какой паре? Какой паре? Умер, Мансару, ты понимаешь, умер. Умер, мертв, мертв. Вот тут написано. Упал на травку. Да так неловко, что тут же умер. Вы знаете, я давно замечал, что падать на травку очень опасно. Но до сих пор я полагал, что это опасно только для женщин. Мне кажется, что я с плюрами. Господи, неужели я никогда не увижу этого привидения, которое всегда пыталось стать между нами? Ну, раз он умер, то Диане незачем оставаться в Меридоре. Ей надо немедленно переехать в какое-нибудь другое место, где она сможет все забыть. И я думаю, что для этого больше всего подходит Париж. Отлично. Она поселится в своем доме на улице Сент-Антуан. Десять месяцев травора пролетят, как один миг. Да, да, это верно. Но чтобы отправиться в Париж, нам кое-что нужно. Что? Нам нужен мир, Банджор. Верно, верно. Бог мой, как много утеряно времени. И чтобы его наверстать, вы, конечно, сядете на коня и помчитесь в Меридор. Не я, ты. Я должен остаться здесь, чтобы отвоевать мир, который, как оказывается, нам опять очень нужен. А ты, ты скачи в Меридор и сделай все возможное, чтобы успокоить Диану. И не смей никому попадаться на глаза. Слушаюсь, господин граф. Мальчик мой, я думаю, что не может быть, чтобы мать не могла договориться со своим ребенком. Тем не менее, матушка, вы видите, что иногда это может случиться. Но если она действительно хочет договориться. Вы хотите сказать, государыня, если они хотят договориться? Да, я этого хочу, Франсуа. И я пойду на любые жертвы, чтобы достигнуть своей цели. Вот как? Да, я этого хочу. Скажите, дитя мое, чего вы хотите? Чего вы желаете? Не знаю, матушка. Говорите. Приказывайте. Вы же не хотите утопить королевство в крови. Я не верю в это. Вы хороший француз. И хороший брат. Мой боль.